Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии работы Динары Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Прошла очередная 22-я сессия карагандинского городского масляхата 5-го созыва. О том, что обсуждали народные избранники, расскажу я, Амина Смакова. Заместителя поселка Актау освободили от должности. Теперь Айдос Урдабай займет место Акима данного села. На первых выборах сельских Акимов, проходящих в городе Тимиртау, он одержал оглушительную победу. Почти все депутаты проголосовали за него. Подробности в репортаже Марка Брюшко. Мероприятие прошло в штатном режиме. Единственной особенностью явилось то, что это первые выборы сельских Акимов. До этого они назначались руководителями свыше. В числе кандидатов на чиновичий пост был заместитель Акима Актау Айдос Урдабаев, действующий Аким поселка Сергалы Кожахмет и руководитель отдела жилищно-коммунальных программ в Акимате Тимиртау Ермек Данинбаев. Перед началом голосования представители масляхаты напомнили о правилах его проведения. Основные функции Акима поселка определим в статье 35 закона Казахстана о местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан. В вышеуказанных закон внесены поправки, предоставляющие Акима право сформирования собственных источников дохода. На голосовании присутствовали 17 депутатов. Один из них по уважительной причине отсутствовал. Практически единогласно народные избранники отдали свое предпочтение Айдосу Урдабаеву. Он набрал 13 голосов. Три голоса получил действующий Аким Актау. Один голос достался Ермеку Данинбаеву. По словам избирателей, представленная Айдосом Урдабаевым программа развития поселка внушила им больше доверия, чем остальные. В новую должность чиновник вступит в течение пяти дней. Выбор считается законченным. Прошу встать для гимна. Марк Брюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде уже больше года существует маршрут «Призрак». Особенность его в том, что он существует только на бумаге. А на деле уже на протяжении года никто его не видел. Охотился за маршрутом «Призраком» Серегжан Молитбай. По улицам города колесит маршрут «Призрак», который ждут и не дожидаются жители улицы Ержаново. Дело в том, что уже на протяжении года 58-й автобус не функционирует вообще. Да и в целом в этот район города кроме восьмого маршрута ничего не едет. Неужели трудно пустить нормально автотранспорт? Ходит тут у нас, по идее, 8-й автобус. Достаточно удобный маршрут, охватывающий практически весь город. Но он ходит раз в час. 58-й маршрут, ну не ходит уже в течение года, вообще его нет. Обращались в Акимату, обязуются, что будут пускать, а его как не было, так и нет. И не знаем, как дальше жить. Нам одна восьмерка ходит и все. У нас ходит только одна восьмерка, и то раз в три часа. Ее ждать нужно очень долго. Очень плохо для нас. Ни на базар не съездишь, ни в магазин никуда не сходишь. Ну что еще сказать? Пусть вернут нам 58-й маршрут. В прошлом году жители улицы Ержанова обращались в отдел ЖКХ по вопросу маршрута «Призрака». Там им сообщили, что таксокомбинат обязан восстановить маршрут и соблюдать расписание его движения. Однако ситуация не меняется, и жильцы обратились уже в блок Акима города. Маршрут номер 58 сообщением автостанции «Юго-Восток» улица Прогресса обслуживает ТО «Таксокомбинат». Задействовано 8 графиков автобусов. Регулярность выхода автобусов составляет 10%. По информации руководства ТО «Таксокомбинат», маршрут номер 58 является убыточным, а также предприятие испытывает нехватку водительского состава, что приводит к снижению регулярности выхода автобусов. ТО «Таксокомбинат» обязуется выполнить обязательства заключенного договора и в ближайшие дни наладить работу на маршруте, несмотря на дальнейшие убытки предприятия. Мирам Смогулов. Несмотря на заверения господина Смогулова, автобусный маршрут номер 58 так и не вышел на линию. Диспетчерские «Таксокомбинаты» нам сообщили, что на линию не выходит ни один автобус, а в отделе ЖКХ пообещали, что перевозчик восстановит движение от маршрутки. Трактор «Калалак» или сегодняшний вахтар маршрут. Пассажиропоток внутри городского маршрута номер 58 маленький. Есть постоянные пассажиры, но этого недостаточно. Перевозчик считает маршрут нерентабельным. Установленный тариф на проезд не окупает все расходы. Руководство ТО «Таксокомбинат» обещало восстановить движение маршрута номер 58 сентября месяца. Руководство ТО «Таксокомбинат» обещало восстановить движение маршрута номер 58 сентября. Если снова выявится факт нарушения договора, то перевозчику будут применены санкции. Перевозчики в очередной раз срывают график движения, а Акимат соглашается на условия, которые диктует автопарк. А мы, в свою очередь, будем следить за судьбой маршрута «Призрака». Андыков Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Выбрали Акима поселка Актас. Койшивай Сулейменов, который находится на этой должности не больше года, сохранил свой пост. За нового главу села Актас отдали свои голоса все 13 народных избранников. Всего выдвигали свои кандидатуры три человека. Мирамкуль Салкимбаева с подробностями. В руках 13 депутатов районного Маслихата оказались судьбы трех человек. Это педагог одной из школ поселка Наташа Остраухова, Аким этого же района Койшибай Сулейменов и специалист аппарата Акима поселка Актас Рауза Тимирова. Случайных людей в списках нет и не может быть. К слову, каждый кандидат в Акимы прошел весь процесс согласования. К ним большое доверие со стороны населения. Люди их знают и им доверяют, говорит председатель избирательной комиссии Людмила Феоктистова. Аким должен быть честным, трудолюбивым, достойным жителем поселка Актас. Я считаю, он должен работать для людей, во имя людей, которые живут в этом поселке. И надежды, конечно, у людей, проживающих в этом регионе, очень большие. Кто же станет Акимом этого поселка? В поселке Актас выборщики и территориальная избирательная комиссия начали свою работу с 10 часов утра. По закону, голосование выборщиков тайное. Каждый депутат получает бюллетени и скрывается за ширмой, где и делает свой выбор. Так, по итогам избирательного дня, все 13 депутатов проголосовали за Акима поселка Актас Койшибая Сулейменова. По словам народных избранников, именно в этой кандидатуре они уверены больше всего. Сообщать, за кого я проголосовала, я сейчас не могу, потому что не нарушая процедуру голосования. Но я проголосовала за того человека, которого, знаю, что будет большая помощь городу Актасу. В пунктах голосования выборный процесс ослеживали представители партии Нур-Отан, более 10 наблюдателей. Стоит отметить, что жалоб и нареканий по проведению выборов не поступало. Ирам Гусал Кимбаева, Ужас Габасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. В Караганде прошел конкурс «Лучший творец» среди людей с ограниченными возможностями. Это первый отборочный тур, победители которого уже поедут на республиканские. Его провели для того, чтобы стереть рамками между теми, кто несколько отличается от здоровых людей. Именно по этой причине слоган конкурса «Разные равные». Амина Смакова подробнее. Более 20 заявок было принято на участие в конкурсе. Возраст значения не имел. Принятие своей работы могли не только подростки, но и взрослые люди. Граждане, имея некоторые проблемы по состоянию здоровья, показали на этой выставке свое мастерство рисования. Несмотря на стеснительность, будущие художники рассказали, как и почему они начали рисовать. Да. Ты уже давно в таких конкурсах участвуешь? Да. Ты с детства любишь рисовать? Да. Ты немногословный. Здесь ты что представляешь? Картины. Какие? Расскажи, как ты рисовала. Ебидей. Я из пластина колбаски делала куришки, отрепья. Животные лески. А почему? Не знаю. Организаторы проекта подчеркивают его уникальность в том, что эти люди не просто так трудились, рисуя свои картины, представляя их народу. Победители поедут уже на республиканский конкурс. Такой приз прекрасно поднимает дух и пробуждает в людях еще большее желание жить. По итогам отборочного тура, кто отличился своей работой, тот проходит в областной тур. Областной тур отбирает и направляет лиц на финальный тур, который будет проводиться в Астане. Амина Смакова, Боржан Алипов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. В Караганде прошла региональная конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». Конкурс проводится по трем номинациям. Лучшие товары производственного назначения, лучшие товары для населения, лучшие продовольственные товары. Участники с удовольствием представляли свой товар, а посетители с тем же удовольствием дегустировали. Подробности узнавали наши корреспонденты. На выставке «Лучший товар Казахстана» приняли участие 50 представителей различных компаний. Товар здесь самый разнообразный. Здесь можно найти как конфеты с пирожными, так и настоящие каменные породы. Торжественно открыл выставку Аким Карагандинской области Боржан Абдишев. 50 участников, 50 столов с разнообразным товаром. Посетителям бесплатно предлагали дегустировать продукты питания и давали подробную информацию о товарах промышленного назначения. Гости мероприятия в буквальном смысле наслаждались выставкой, отмечая высокий уровень ее организации. «Мне очень все понравилось. В общем, выставка вся красивая, все очень здорово сделано». Многие крупные компании области приняли участие в этом конкурсе. Здесь можно было увидеть как фабрики, производящие продукты, так и предприятия горнодобывающей отрасли, что еще раз говорит о широком масштабе мероприятия. «Мы представители конфеты Караганды». «И как вы что-нибудь уже приобрели, купили?» «Конечно, все приходят, пробуют, потому что у нас здесь на выставке все новинки наши, которые мы сделали в последнее время. Это очень новые, хорошие конфеты. Вот у нас, например, новые сделали конфеты, совершенно новые, это казинаки». «Нас пригласили принять участие. Благодарим администрацию Акимат-города за то, что нас пригласили, потому что на самом деле дает нам возможность продемонстрировать свою продукцию, ну и встречаться с потенциальными клиентами». Акима области также принял участие в выставке и знакомился с представителями, рассматривая товар. По окончании мероприятия победителям различных номинаций были вручены дипломы. Кроме того, специального приза Акима области было удостоено ТО «Казцентр электропровод» за высокое качество продукции и совершенствование производства. Победители пойдут на республиканский конкурс «Вастану. Лучший товар Казахстана», где будут защищать честь Карагандинской области в декабре текущего года. Амина Смагова, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Полным ходом ведутся ремонтные работы Дворца культуры молодежной, что расположено при Шахтинске. В здании уже полностью заменили отопительную систему и провели обновление кровли. Подробности в следующем материале. Общая сумма, выделенная из государственного бюджета для проведения ремонтных работ, составила свыше 22 миллионов тенге. На данный момент планируется ремонт фасада. Администрация Дворца культуры гордится своим центром дошкольного эстетического воспитания и недавно отстроенной студией звукозаписи. На создание последней выделены средства в размере 400 тысяч тенге. Работы ведутся, то есть ремонт отопительный уже практически закончен. Сейчас ведется ремонт кровли. То есть к середине августа, 15 августа, ремонты должны быть завершены. Целью работы ДК «Молодежной» является организация культурного отдыха населения, проведение государственных и социально значимых мероприятий, ярких конкурсных и шоу-программ, развлекательных вечеров и других форм досуга. В Доме культуры «Молодежной» занимается известный на весь город коллектив художественной самодеятельности, такие как хореографический коллектив «Росинка», группа брейк-данса «Шэдоу Трикс» и коллектив арабского танца «Гюняш». Можно с уверенностью сказать, что это популярный, единственный очаг культуры в Пришахтинске. Во время мероприятий, проводимых как государственные праздники, так и различные формы, другие работы, зал переполнен, мероприятия в теплое время проводим на улице, вот видите, на этой сцене. Марк Бишко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Народные избранники собрались воедино. В Карагане прошла очередная 22-я сессия городского маслехата 5-го созыва. На заседании были приняты новые проекты в социальной сфере деятельности города. Депутаты обсуждали проблемы, связанные с градостроительством, представляли отчеты о проделанной работе в шахтерской столице, а также делились планами на будущее. Амина Смакова подробнее. Открыл 22-ю сессию городского маслехата Аким города Караганды Мирам Смогулов. Вся наша деятельность была направлена на решение задач, поставленных главой государства, в послании народу Казахстана, стратегия 2050, по улучшению благосостояния граждан и укреплению социальной стабильности. Особое внимание на заседание уделялось ремонту дорог. Народные избранники дали полный отчет о проделанной работе. В рамках подготовки вопроса к рассмотрению начальной сессии к организации городского маслехата, депутатами городского маслехата был осуществлен выезд для визуального осмотра домов по улице Ермекова, микро-Н9, блок 5, строительство которого осуществляют в рамках программы «Занятость-2020» и проспект Шахтеров, дом 36-1, дом 37, по линии АО «Жилс-Трусбербанк». Также данный вопрос осмотрен на совместном заседании постоянных комиссий городского маслехата. По итогам выездного заседания и обсуждения городского маслехата отмечают, что реализация программы осуществляется согласно разработанному плану мероприятий. На повестке дня были вынесены вопросы развития инженерной транспортной инфраструктуры теплоэнергетического комплекса города, в том числе комплексной инфраструктуры малых поселков Караганды. На заседании депутаты затрагивали такие проекты, как строительство жилых домов, ремонт дорог, газа и теплоснабжение. Немалое внимание было уделено государственной программе «Занятости-2020». К тому же народные избранники решили рекомендовать Акимату города Караганды разрешить проблемы, связанные с теми лицами, которые проживают в квартирах в течение пяти лет, без каких-либо правоустанавливающих документов. Амина Смакова, Руслан Амандыков, Марат Култенов, Первый Карагандин. Казахстан отмечает Ураза Айт. Во всех мечетях страны в этот день праздничная молитва будет проведена в 6.30 утра. Не остались в стороне и наши карагандинцы. Сегодня в областной центральной мечети представители духовенства провели Айт-намаз. В этот день рано утром все верующие, взяв омовение, надев лучшую одежду, торопятся в мечеть, чтобы совершить коллективный праздничный намаз. Праздник Ураза Айт является одним из двух основных событий для мусульман. В дом молитвы собралось столько человек, что некоторых организаторы просто не смогли вместить в мечеть. Однако имамов это никак не смущает. Напротив, они этим гордятся. Это говорит о том, что мусульмане очень трогательно относятся именно к таким праздникам. Ибо пророк Мир ему, Мухаммад, сказал, что он попросил у Аллаха два праздника, которые будут великими. Один из них – это Айд-эль-Фитр, второй – это праздник Айд-эль-Духа, то есть праздник жертвоприношения. В связи с ремонтными работами с 9 по 16 августа текущего года намечены отключения электроэнергии в Октябрьском, Юго-Восточном и районе Казыбекби с 8 утра до 8 вечера. Отключение происходит в связи с реконструкцией электрических сетей и капитальным ремонтом воздушных линий электрического оборудования. Отключение проводится в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала, задействовано в ремонтных работах. Работы проводятся согласно утвержденного графика в целях модернизации и улучшения качества существующих электрических сетей. По окончанию ремонтных работ качество услуг будет соответствовать необходимым техническим требованиям. Реконструкция включает в себя полную замену металлических опор на новые металлические опоры с применением галяческого цинкования, а также с увеличением сечения провода. В настоящее время завершаются работы по первому участку. Это участок от подстанкции Новогорода до подстанкции Кировская, протяженностью 2,7 км. Общая протяженность линии порядка 18 км. Второй участок – это от подстанкции Кировская до подстанкции КЗО, это еще 12 км. На этом у меня все. Далее новости спорта продолжит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Вчера завершились все матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов и определились потенциальные соперники шахтерам. Чемпион Казахстана в силу низкого рейтинга в таблице коэффициентов УЕФА попадает в число несеянных команд. Исходя из этого, в список потенциальных соперников Горняков попали пять клубов. Самый высокий рейтинг из потенциальных соперников у швейцарского Базеля, который в прошлом году покинул Лигу Европы только в полуфинале, проиграв лондонскому Челси. Еще одним возможным соперником стал шотландский Селти, который в представлении, пожалуй, также не нуждается. Кельты в предыдущем раунде одолели шведский Эльсборг с общим счетом 1-0. Следом за шотландским грандом идет румынская Стяуа. Крепкий европейский середняк не раз участвовал в групповых этапах как Лиги Чемпионов, так и Лиги Европы. Еще два завсегдата последних розыгрышей Лиги Чемпионов – это Динамо Загреб и Виктория Пылзень. Хорватские и чешские гранды в последние годы на подъеме, о чем свидетельствует их постоянное участие в основных этапах Еврокубков. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Звоните к нам в редакцию, если у вас есть интересная информация. По телефону 420649. Всего доброго. До свидания. Аман, сау, бонусыдар! Редактор субтитров А.Семкин